Вот в странице производителя этой торговой марки он будет видеть, опять-таки это все там настраивается системой, он будет пересылать уже именно к вам. Но для этого вам надо покупать достаточно большие объемы, достаточно регулярно, для того, чтобы было интереснее работать с вами, с одним человеком, а именно теоретически, если объемы сопоставимы с тем, что он продавал сотни человек в месяц, и то, что он продает одному вам. Ему в принципе удобно, с точки зрения логистики, платежей и всего прочего, работать по такой системе, но для этого вам нужно регулярно делать большие-большие заказы. Система дропшитинга здесь абсолютно никогда не будет работать, когда вы будете получать заказы, размещать все заказы на сайтах магазинов, и соответственно... Отсюда будет уже напрямую идти товар. Это здесь не работает. Единственное, как вы можете заинтересовать покупать поставщика, это делать у него регулярные большие заказы. Чем больше заказы, тем больше они регулярны, тем больше скидок вы получите. Как профит, да, он может закрыть доставку для всех, кто нужен. Потому что прецеденты такие и есть. Я знаю как минимум три чайные компании, которые чаю продают, которые закрыли доставку в Россию, и теперь при попытке сделать заказ, они отсылают на сайтах поставщиков России. И я хочу сказать, что это как бы такой вот способ, который, конечно, рядовым интернет-соперам не нравится, но покупая продавцам, значит, вам подписаться по социальным продавцам, он может вполне быть интересен. Друзья, вопросы? А вы, Евгений, если отпишетесь там в нашей группе, да, я стараюсь к этому вебинару подобрать еще несколько магазинов, которые заторгуют этим всем делом. Потому что в свое время достаточно много всего пришлось перерывать. Поэтому посмотрим на в скидку. На в скидке я вам сейчас дам еще один сайт. Очень и очень неплохой. Это американский сайт. Их проблема заключается в том, что у них огромный ассортимент, но если у вас посылка состоит там из десятка и плюс наименования, они будут достаточно долго ее собирать. Ассортимент будет, я думаю, великолепен на гробе. Друзья, вопросы? Если... Отелье, Евгений, что вы имеете в виду? Отелье... 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 Как? Костюм? Отежка? Да, Евгений. Отпишите в группе. Я постараюсь. Не обещаю в следующем, но через точно. Онлайн-отелье. Их не так много, да? И те, которые проверены, я сделал. Отпишите в группе в вопросах. Так на вступки быстро не найду, но я, естественно, сталкиваюсь. В том числе и костюмы, и рубашки, в принципе, все. Отпишите, пожалуйста, в группе. Было дело. Небольшая, но есть. Да. Сейчас я... Евгений интересуется про пошив одежды, да? Понимаете, Евгений, да? Имеет ли в этом смысл? Я считаю, что имеет. Я считаю, что... Здесь, понимаете, какая опять ситуация? Чем дороже у вас товар, который в итоге получится, тем больше будет смысла в этом. Я имею ввиду по разнице в цене. Потому что, например, из Англии, можно сказать, великолепнейшие костюмы, да? Из личного пошива и подваз. Это две-три цены относительно питерских московских цен. Я хочу сказать, что сейчас вот в Москве, насколько я знаю, открылась пара отелье, которые делают две цены по сравнению с английским, да? И это уже большие подвижки. То есть, этот бизнес очень и очень востребован отелье, снова стал, в советские времена возвращаются. Вот. Но онлайн отелье, скажем так, по цене имеет смысл. А дальше все зависит от вас. Потому что давайте вот я постараюсь забрать подборку. Так как у нас сегодня интересный сайт осветок, в следующий раз вот интересный сайт, который я показываю в конце, это будет как раз с Ильей, и мы попробуем что-нибудь там сделать. Потому что там будет порядка 20-30 параметров, из которых вам схема предложит себя померить. Чем грамотнее вы себя померите, тем больше результат. По моему опыту, да, я шею рубашку себе. Рубашка великолепная. И самый интересный момент, там меньше параметров, что вы можете, допустим, выбрать рубашку из какого-то более дешевого материала, да? На пробу. Правильно ли вы себя почитали? Она придет, вы померили, все отлично, все прекрасно. У вас в системе сохранилось там ваши шаблоны, назовем это так. И вы заказали из более дорогого материала. С костюмами вот абсолютно, ну не то, что схожая ситуация, но там полсотни параметров. Если вы всегда померяете правильно, грамотно, спокойно, чтобы вас еще померили, не сами себя. И можно рискнуть и попробовать. Тем более, опять-таки, скидки бывают очень-очень красивые. Но при этом, если, допустим, у вас более-менее стандартная фигура, и вы не представляете свои размеры, опять-таки, существует очень много брендов, да? Например, опять-таки, например, вот этот вот бренд, который считается, в принципе, таким средним классом, но очень-очень приличная и нормальная одежда, да? То есть там вполне можно купить одежду и со скидкой, и это будет хороший, скорее, топ-класс. Да, материал предлагает абсолютно, то есть вы можете выбирать ткани. Я говорю это сейчас вот, ну, как бы, не совсем владея вопросами, естественно, вы же можете выбирать ткань. Надо посмотреть, это будет интересно. И отпишите только в группе, пожалуйста, для того, чтобы этот вопрос на контроль я взял. Я постараюсь в следующем занятии это все посмотреть. Я, насколько понимаю, вы можете там выбрать все. Вот. Материал, цвета, подкладку, все как это. И это, как бы, ну, это очень большой момент. Сейчас я отпущу экран, и, может быть, на скидке постараюсь найти истинка, потому что они у меня отдельно не выделены от Элье. Потому что, ну, это все-таки достаточно такой элезот. «Моя, союзация» Доставка выходит недорого. А вот по 6. Где-то я это видел. Нет, так я на скидку не зайду, друзья. Ольга, просто не помню на самом деле. В принципе, это не совсем дорого, не совсем дешево. Сейчас посмотрим. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Двубортный... В попректуре... Однобортный... МАА... Приталенный... Как угодно... Абсолютно... Заостренный... Лацко... Стантастный... Количество пуговиц... 24... 8... Системы автомобилей... Перестраивает... Какой мы с вами... Ну давайте... Строится все летом... Классический... Приталенный, со стандартным, с двумя пуговицами, нагрудным карманом и двумя карманами. Вообще великолепно. Смотрим без разреза, с разрезом, с двумя разрезами, как угодно, что угодно. Пуговицы на рукавах, две или четыре или три, давайте четыре петли, настоящие или искусственные, как угодно, да? Жилет, классический или двубортный, запустим двубортный, классический мне больше нравится. Отделка, диагональная, прямая, закругленная, закругленная, мне нравится. Нагрудный карман, да, без карманов, два кармана, брюки стандартные, узкие. Ну, тут все понятно, едем дальше. Вот о чем вы говорили, Евгений, по поводу пошива. Смотрите, шерсть, 100% шерсть, ее плотность 280 грамм, круглый год. Соответственно, здесь у нас огромное количество вариантов, какие только вам вообще, все, что вам захочется. Десятки, сотни, наверное, вариантов. Ну, давайте выбрать вот такой вот, Валера, да? Шерсть, стерилен, круглый год. Лен, давайте лен выберем. Цвета, рисунки, выбор фона именно по ткани. Это потрясающе просто, самому захотелось. Давайте вот цвет, нет, даже не знаю, виды, нет. Вот такой вот, например, да? Едем дальше. Внутренняя подкладка, да, несколько цветов. Вот, как вы видите, тоже тут стандартный, либо другой, который... Пока наш костюм стоит 239 долларов, евро. И он с бесплатной доставкой до 11 августа. Ну, давайте выберем какой-нибудь... Давайте стандартный цвет оставим. Это не важно, да? Ну, вот такой вот, да? Кроме того, друзья, за отдельную плату, да, инициалы латинскими буквами. Ну, давайте допишем. Пожалуйста, да? Цвет вышивки. Да. Рифт, все что угодно. Это увеличит нашу цену на 10 евро. Дальше смотрим пуговицы. Стандартные, либо медные, да? Давайте там медные. Это тоже неважно. И не подходит, конечно. Подкладка воротника, если очень надо, да? Красный у нас. Смотрите как. Налокотники добавить. Добавим платок. Пожалуйста. Так. Вот что у нас получилось, друзья. У нас получился костюм с дополнительными услугами на 60... А, дополнительные брюки. Со вторыми брюками. Со вторыми брюками Евгений это стоит 275 евро. А теперь вот здесь вот. Добавить мерки. Оценка мерок, либо ручное измерение. Вес, рост. И параметры. Ну да, это если стандартное. И ручное измерение. Добавить мои параметры. Рост, вес, сложение. Ну, допустим, там. 150, 150. Выбираете тип сложения. Я думаю, вы берете. Ну, допустим, так дальше. И едем дальше. 6 хитростей за работу. И вот дальше. Длина туловища. Все на картинках. Все понятно. Я думаю, что просто это идеально. И стоит все пробовать и смотреть. Такого принципа использованы, в принципе, все прочие отелье. Но вот этот, видите, он хорош тем, что он реститутирован. Есть клиент из России. Я подглядел его сейчас в одном известном одежном блоге. Вот. Который. 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 Где люди обмениваются интересными моментами про покупки одежки. в основном. Друзья, все ли понятно? Дмитрий. Ой, Евгений, господи. Это именно то, что вы хотели? Я думаю, что это очень круто на самом деле. Потому что, повторюсь, вы видели, цена костюма составила с двумя брюками под 300 евро. 300 евро это там 15 тысяч. Я считаю, что 15 тысяч, но это не деньги за хороший костюм, который будет жить для вас в русском. Это просто вообще, это копейки по сути. Особенно, если, допустим, фигура далека от стандарта. То это вообще просто. Я вот по себе знаю, да, но это беда просто, проблема костюма. Слава богу, мне не надо их носить постоянно. И последний раз, с выбором костюма, я заморачивался, когда мне надо покупать его на свадьбу. Четыре года назад. И это была просто катастрофа и проблема, потому что я тогда не подумал о всех этих отельях. Потом было уже поздно, когда подумал. Поэтому такая вот ситуация. Евгений, вы там зависли напрочь. Друзья, давайте посмотрим. Давайте будем потихонечку зависать. В следующий раз мы с вами встретимся во вторник. В это же время начнем разговаривать о перевозчиках, о посредниках. Я покажу вам интерфейс работы с посредниками и те нюансы, которые вам надо знать. Какие случаи, какие тарифы выбирать и что же выгодно, как же в каких случаях вам будет необходимо выбирать тот или иной вариант и вообще там практические советы. Как же вообще этим делом пользоваться для того, чтобы это было максимально эффективно, чтобы мы посредникам платим какие-то деньги за работу. Как же сделать так, чтобы эта оплата была для нас максимально выгодной ищетки. Если есть какие-то вопросы, я их слушаю внимательно. Если, друзья, вы хотите, допустим, чтобы я сделал какую-то контрольную покупку на ebay, предлагайте, что поискать, что вы хотите, что я купил, что может быть все, что угодно, ну какая-нибудь мелочи. И мы с вами посмотрим эту процедуру оплаты. Мои были. 12 шагов для того, чтобы обмерку сделать. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять, восемь верхний, восемь нижний. У нас есть все мерки. Давайте посмотрим, что дальше нам система дает. Ну, дальше она дает нам выбор адреса, да, но уже понятно, что 275 евро стоит костюм, то есть бесплатная доставка будет бесплатна. Это просто теоретически. Платится. Давайте, Алла, вы запишите это в желаниях, да, мы попробуем, я попробую найти. Сумочку, что же это надо, вот понимаете, смотреть, искать. Как вы понимаете, платятся они мной менее востребованы. Евгений, по-моему, ушел вообще в выбор костюма окончательно, а девушки просто, по-моему, негодуют от того, что я показывал не совсем то, что надо показывать. Друзья, про ebay я понял, что вам не очень интересно смотреть, как там найти, завершить, оплатить. там все это просто. Давайте тогда, если нет вопросов, будем заканчивать. Во вторник, в 19.00. Надо искать, я не сталкивался, вот, потому что костюмы, ну, это очень стандартная такая вещь, да, и надо искать и смотреть, что это дело. вот, но ничего невоспользованного нет. Я пожелаю вас в группе отписываться, потому что, опять-таки, сейчас отписываюсь, я не могу заняться хотя бы с другими делами, что это, с ограждением, все дела, поэтому подписывайте в группе, а я постараюсь все найти и, ну, или как минимум, сказать, что этого нет, и это невозможно, да, это тоже результат. Давайте, давайте, Марина, если вы хотите, чтобы я что-то купил, предложите мне что-нибудь, чтобы я купил, какие-нибудь мелкие, по-эшим и тюкер. Вот. Давайте подумаем, что же это может быть. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Брелок. Отлично. Так. Так, так, так. Брелок, так брелок. Кто-нибудь знает, как фангольский брелок? Помнит? Не помню, как брелок. Так, давайте поищем брелки. Так, что-то это не брелок. Так, что-то это не брелок. А, почти был прав. Совсем забыл. Давайте поищем какую-нибудь брелоку. Вот их миллион, самых абсолютно разных. Я выбираю те брелки, которые я хочу купить сейчас, чтобы не участвовать ни в каких аукционах. Спасибо, Евгений, и вам счастливо. До связи. Вон тут сердца. Ну вот, смотрите, например, вот такой вот. Абсолютно забавный брелок. Мне не очень нравится, я хочу брелок, чтобы он был какими-нибудь со светодиодами, поэтому дополняем теринг LED. Включаем брелки со светодиодами. Полный рост у нас тут китайцы, со всеми своими огромным количеством. Ну вот, давайте я возьму вот такой вот брелок. Стоит он там, доллар потеряется, не жалко. Менее этим. Я выбирал Buy It Now, поэтому купим мы его сейчас. Давайте оценим. Вот наш продавец. Понятно, что 96.8 рейтинг. В принципе, как оценивать этот рейтинг? Я вам уже говорил, друзья, что он должен быть в любом случае до 99%. В чем нам говорит рейтинг 96.8? О том, что это китайский товар и приходит куча неисправного, прости господи, дерьма. Поэтому это исключительно наш выбор. Мы предупреждены. Товар китайский. Продавец, как мы видим, находится в Гонконге. Вот тут, item location. Доставка бесплатная. Товар 99 центов. Ну, тут все ясно, да? Покупка стоит 99. Если приходит сломанный, ну тут никто не виноват, сами виноваты. Доставка бесплатная и товар китайский. Смотрим, января 2014 года человек тут работает. Но у нас китайский товар, понятное дело, пользуется спросом на всеобщем рынке. И вот за эти полгода у него уже 15 тысяч положительных отзывов в парку. То есть это огромный-огромный китайский магазин. Давайте купим этот товар. 99 центов. Помните, я вам говорил, друзья, что у вас есть два варианта при оплате. У продавца может быть так заложено. Вы можете либо купить товар, и система у вас сразу перенаправляет на оплату, либо у вас будет какое-то время для оплаты товара. В данном случае магазин мне говорит, выбрал, покупай сразу. Ну, давайте купим сразу. Сейчас мы тут поменяем адрес доставки. Едет все это в Россию. Доставка бесплатная, 99 центов. Вот у нас с вами, видите, друзья, так как у нас привязана с вами карточка, привязан PayPal аккаунт, точнее, система говорит, что мы платим через PayPal, через вот этот адрес, payment method, PayPal, да, и к нему привязана наша карточка вот с этими цифрами на конце. То есть, именно с этой карты у нас не имеется денег. Хочу обратить ваше внимание, что адрес PayPal один, адрес eBay другой, ну, адрес электронной почты, да, но это ничего страшного, это, я повторюсь, еще раз ваша основная задача на eBay привязать к нему аккаунт PayPal, для того, чтобы вот эта процедура была автоматом, и чтобы было удобно. Все. Мы делаем подтверждение, и, соответственно, оплачиваем товар. Спасибо за вашу покупку. 99 центов сейчас в течение пары минут спишите, и, возможно, я когда-нибудь получу этот товар. Все крайне просто, как вы видите. Я тоже, кстати, совсем забыл, помню, что Кей, ключ, а вот как Брелок, уже совсем не помню. Так. София, я рекомендую вам позвонить на службу поддержки почты, федерально, телефон, вот, и полазить по их сайту, rushapost.ru, по идее, там должна быть законодательная база, потому что иначе вам придется там смотреть почтовый закон и почтовый кодекс, но я, опять-таки, рекомендую вам позвонить сюда в службу поддержки. Там федеральный телефон, 8800 и прочее, они должны вам вот помочь обязательно. Я хочу сказать, что хоть это одна контора, но там работают очень-очень адекватные операторы. А, Марина, смотрите, где делается привязка к PayPal. Вы когда сделаете, вы когда сделаете учетную запись, да, вы заходите в свой аккаунт, видите, вот здесь у меня PayPal аккаунт. Вы нажимаете PayPal аккаунт, и у вас здесь будет подтвердить верификацию. Verify your PayPal аккаунт. Вы нажмете на кнопочку, и система попросит вас ввести, ну, ваши данные, PayPal данные. Они в 1000 долларов, и у вас будет подтверждена учетка, и она будет уже привязана, и вся оплата уже тогда пойдет автоматом, уже пойдет автоматом по привязанному адресу. У вас, София, я говорю, это вот, ну, это нормальный способ позвонить и рассказать об этой ситуации. И я еще что хочу сказать по вашему моменту. Я даже, знаете, что я подумал, я не сталкивался конкретно с этим вопросом, но я сталкивался с другими вопросами, когда я оформлял заявление на работу там по другим вопросам, не на отделение, у меня была жалоба к ЕМС, вот, вы можете оформить заявление через вот, вот, сузу поддержки, продублировать его, просто еще раз оставить, вот, именно вот на федеральном номере, скажем так. У вас, за это, должны быть все адреса, что-то, 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 но не помешает еще и там, то есть, Russian, Russia, 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 Russia. Ну, вот, друзья, вы видели, что, когда все оформлено, все очень грамотно и просто, все очень быстро. Ваша задача, на eBay надо просто набить, скажем так, руку, да, и опять-таки не смотрите только на цену, потому что здесь могут вас подстерегать сюрпризы. сюрпризы от того, что включена, то доставка будет запредельная, да, и просто часть стоимости переключена с товара на доставку. Или продавец неадекватный, тогда вы имеете возможность сансов не получить ничего. То есть, как бы, есть нюансы, которые говорят вам о том, что вы должны оценивать товар, не только если вы не оцениваете. Нет, вы можете оставить жалобу, вы оставили жалобу в своем отделении, вы можете позвонить в службу поддержки, посмотреть, как они рассматривают вашу жалобу, потому что там номер был, да, я надеюсь, номер. Простите, кроме того, вы можете продублировать жалобу, еще вот в службе поддержки, да, там еще раз, чтобы бумажка не только снизу наверх пошла, но и сверху вниз. Так, следующее занятие у нас с вами во вторник. Сегодня вторник, значит, во вторник, 29 числа, в 19.00, садовка, буду рассказывать про переводчиков. Взаимно, Ольга, счастливо, надеюсь, вам все не понравилось. Друзья, если есть вопросы, опять-таки, посмотреть, найти интерьер. И вставляйте в группу, потому что, опять-таки, к сожалению, что память девичья. Продолжение следует... Правильно. Это правильно. Больше вопросов, больше ответов. Друзья, всем спасибо.